Сажит Сажитов, наш молодой тренер, который сейчас стал главным тренером, вы знаете, что, зная внутри Сажитова, зная, сколько он трудился в борьбе, следил тоже за ним, потому что мы земляки там, в высоких горах, выросли оттуда. И не могу себе простить, что я как спортивный деятель, функционер не вмешался, когда перед Пекинской Олимпиадой шла первенство России, в Москве было, отбор туда. И когда у них скандальная схватка, помните, с Китоевым была там, и почему жребие не развели их, и вы же должны были развести эту схватку. Там очень тонко проработали, наши не догадались, и эта схватка все решала, что, я почему говорю, будь он в Пекине, вы знаете, что Китоев очень неудачно выступил в Пекине, занял место Сажита, он поехал. Так получилось, все его было угодно. И на этом завершилась его, в принципе, спортивная карьера, как чемпиона мира, заслуженный мастер. А теперь, когда стал тренером, это такая лавина за три места свалилась на голову, и Европа была первым пробным таким, как тагестанцы выступят. Я думаю, что удачно выступили Сажитова, зная его трудоспособность и элементарную порядочность, и при этом чистоте религии, потому что религия это выдающееся, сознание от Всевышнего идет нам, чтобы мы были терпеливее друг к другу. Зная Сажитова терпения, я уверен, что у этого парня большое такое спортивное тренерское будущее, педагогическое будущее, потому что где бы он ни был, что бы ни был, я не слышал ни одного спортсмена, хотя мы, как и артисты, очень разносторонние люди, спортсмены, потому что большой труд, много громких имен, у каждого свое видение, у каждого свои подходы, очень большие разногласия бывают, особенно когда в политике вмешиваются. Но я еще не слышал ни один человек, который про Сажита, просто подумал, что это плохое, потому что этот парень настолько аккуратно, настолько по-человечески, всем теплом, терпением ведет себя, и трудится, самое главное, трудится и прекрасно знает суд борьбы, и не стесняется у старшего, у младшего любого спросить, что-то было в пользу для его работы. Поэтому я уверен и желаю ему успехов, что уверен, что у него все получится, поэтому ведитесь под руководством. И дагестанцы будут на Олимпиаде успешно выступать, и сборная России будет, тем более сейчас в Олимпиаде наверняка, скорее всего, будет его старший товарищ наш Магомед Гусейнович готовит команду, я так думаю, не знаю, какие изменения за месяц могут сделать. Поэтому, зная, что желание Сажитова, я уверен, что прекрасная будущая тренерская работа. Хотя, честно вам скажу, это огромный тяжелая, нехорошая работа, тренерская работа. Самая низкая работа этой, самая высокая, потому что, когда чемпионами становятся, вместе с учениками, он бывает у президента республики, у президента страны, в Кремле получают награды. Но когда с работы выгоняют, допустим, неудача или что-то случилось, к тренеру что за работа тренера? Отсюда выгнал, туда пошел, там выгнал, сюда пошел. Как в футболе бывает, самая тяжелая работа и самая высокая работа такая на острие политики, на острие прессы, публичные люди, тренера Сажитова, с его порядочностью, я уверен и желаю ему, и уверен, что у него все получится. Он станет одним из, вот вместе с Али Алиевым, со всеми тренерами нашими, одним из ведающихся тренеров республики Остан, если на этой работе останется. Поэтому все впереди у Сажитова. Всевышний с ним. Я уверен, что Всевышний с ним. Дорогий Емравович, вы являетесь легендарным тренером Советского Союза. Вот сейчас главным тренером Дагестана назначили молодой тренер Сажитова. Что вы можете о нам сказать? Я Сажитова знаю с юношеских лет. Самое главное, это очень дисциплинированный культурный гражданин и достойный парень. Не только чемпион мира, но и бесподобный человек, который общий язык находит со всеми. И он сейчас вот даже боролись на Ярригинском турнире. Там дагестанцы очень хорошо себя показали, хорошие результаты. И четверо дагестанцев боролись на чемпионаты Европы. И я думаю, что на этих Олимпийских играх, которые будут проходить в Лондоне, под его руководством обязательно будет минимум два олимпийских чемпиона. Потому что он парень очень воспитанный, культурный. И его тренер Майорбек Юсупов, который вложил огромный труд в него. Я лично очень хорошее мнение о нем, как о гражданине, как о спортсмене. Сажит Сажидов, он достойный кандидатуры. И я думаю, что руководство республики не ошиблось, выбрав его старшим тренером. И министр спорта, и директор ШВСМ Нажмуддин, наш Абдулбеков, они все довольны Сажидов тем, что он правильную политику ведет. В многонациональном Дагестане здесь не так просто, потому что более 35 национальностей. Здесь все почти дети занимаются борьбой. И выбирать среди них таланты, и правильно относиться к ним. Это надо, конечно, быть прежде всего самому очень объективным, правильным человеком. А Сажид как раз обладает этими качествами. Юрий Иванович, Вы были одним из лучших тренеров СССР, бывшего СССР. Сейчас тоже разницы нету. Один из лучших тренеров России. Что Вы можете сказать о главном тренере Дагестана, сборном Дагестана Сажидов-Сажидов? Ну, нужно сказать, что сегодня пришло новое пополнение в сборную команды Дагестана по вольной борьбе. Это очень приятное событие в жизни дагестанского спорта, особенно вольной борьбе. Пришел довольно-таки очень опытный спортсмен, который блистал на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. И по завершению спортивной карьеры возглавил сборную команду Дагестана по вольной борьбе. Регион Дагестана – это один из самых таких сильных регионов сегодня в мире. И руководить такой командой – это большая честь для любого спортсмена, тренера и так далее. Поэтому приятно то, что сегодня пришел именно такой человек, человек довольно-таки очень авторитетный в борцовском мире. Он пользуется огромным авторитетом среди спортсменов, тренеров. И поэтому выбор его о том, что он стал главным тренером – это не случайно. Мы надеемся, что с приходом Сажидова на пост главного тренера сборной команды Дагестана продолжит ту традицию, которая была всегда в Дагестане. Дело в том, что дагестанские борцы, особенно за последние 10-12 лет, показали выдающиеся результаты. Они становились чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. Сегодня в Республике проживает огромное количество олимпийских чемпионов. Я думаю, что та традиция, которая была, она продолжится. Сегодня стоит и простая задача перед молодыми тренерами, которые работают сегодня в сборной команде. Дело в том, что совсем скоро, буквально через 4-5 месяцев сборная представитель Дагестана будет выступать на Олимпийских играх в Лондоне. И мы надеемся, что те спортсмены, которые сегодня находятся и в спортивном зале, и в составе сборной команды России, прошу прощения, они будут делать все для того, чтобы как можно больше дагестанских спортсменов попало на Олимпийские игры. У нас есть хорошие перспективы, скажем, тяжелой весовой категории, весовой категории 96-66 килограмм. Но при хорошей подготовке могут быть и появиться еще и другие кандидаты в Олимпийскую команду. И поэтому то, что сегодня возглавляет сборную команду Сажидов, это действительно уникальный случай, когда спортсмен, который совсем недавно боролся, бросил и ушел в тренерскую работу. И те молодые спортсмены, с которыми он сегодня работает как тренер, показывают, что он действительно пользуется огромным авторитетом среди спортсменов. Это очень важно сегодня в республике Дагестан, где действительно почитаются и его спортивный результат, и его человеческие качества, и главное, наверное, то, что он очень коммуникабельный со всеми, и с руководством республики и так далее. Поэтому я думаю, что у него все получится. У нас есть такая хорошая надежда, надежда на то, что сборная команда Дагестана возглавляет Сажидовым, сделает все от него, зависит от того, чтобы дагестанские спортсмены блистали на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Я ему желаю успехов, естественно, в работе, очень тяжелой работе, но у него это получится, я уверен в этом. Вам даже удачи. Спасибо. И я думаю, что Хаджи Мурат немножечко не был готов к этим соревнованиям, это Хаджи Мурат Магомедов. Ну, чем более будет интересный чемпионат России, а его тезка сейчас в очень затруднительном положении, посмотрим, чем же все это закончится. Ну, закончила, вот этот бросок, кстати, мне кажется, это один из лучших бросков, который был зафиксирован на чемпионате и является самой высокой оценкой. Пять баллов, лучшей оценки в борьбе не бывает. Ну, наверное, зрители согласятся, это действительно будет самый красивый прием. Да, и будет очень сложно сейчас Бацалову, который настраивался явно на победу, все-таки одолел олимпийского чемпиона, хотелось продолжить стать чемпионом этого турнира. Да, очень молодой спортсмен, впрочем, оба они молодые, один. Идею сожид сожидан. Продолжение следует... Сожидов я знаю очень давно. Ну, значит, на моих глазах он вырос в сильнейшего борца мира. Ну, значит, я должен сказать, что, наверное, самый заметный след он оставил на чемпионате мира в Нью-Йорке, когда он взял железный бал у американского борца и не дал никаких шансов, чтобы, значит, позволить себя зажать и отнять у себя победу. Ну, сейчас он приступил к обязанностям главного тренера Дагестана по вольной борьбе. Это человек, который полон интересных идей, хорошо знает борьбу, его пользуется большим авторитетом среди дагестанских борцов, а также среди борцов всего мира. Поэтому хочется пожелать ему удачи на этом поприще. И мы все верим, что у него все получится. Дорогие друзья, сегодня садится Жидо к нам, когда поступал, мы для него как-то думали, человек, который попал к нам в институт, это какой-то перворазрядник, он показал себя таким размахом и сразу стал чемпионом мира среди молодежи в Венгрии. Сегодня я очень рад, что он окончил наш институт, что он учился у нас, и сегодня его избрали главным тренером Республики Дагестан. Сегодня этот парень показывает, у нас одно время был спад Республики по вольной борьбе. Сегодня вот как стал Саджидов главным тренером, один шаг вперед уже сделан, потому что на чемпионате Европы, на других соревнованиях российского масштаба был большой размах. Начиная с Оригинского турнира, они в турнире заняли три первых места. По сравнению с прошлым годом, как Саджид стал главным тренером, какие-то результаты пошли. Сегодня в Центральном олимпийском центре они проводят сборы, готовятся на чемпионат России. Сегодня явно 4-5 весовых категорий, которые сегодня претендуют на чемпионские медали. На Олимпиаду, да. Это все зависит от России, кто там займет первые места, они явно путевка на Олимпиаду. Поэтому Саджид, он очень порядочный, очень добросовестный, принципиальный, решительный парень. Я надеюсь, этот парень покажет себя и покажет для республики такого результативного результата. Самых именитых наших борцов, 4-кратный чемпион России, 2-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, бронзовый придер Олимпийских игр в Афина. Я, наверное, больше хочу говорить о Саджиде как о человеке и, естественно, как о главном тренере. Дагестан прославили великие ученые, музыканты, писатели, воины, спортсмены. Саджид является одним из тех, о ком можно сказать, что он гордость Дагестана. Он проявил самые лучшие качества воспитания дагестанского народа и спортсмена не только в многонациональном государстве, как Россия, также за ее пределами завоевав этим уважение, обаяние различных народов, независимо от принадлежности, их религиозной принадлежности. О Саджиде можно говорить, наверное, с белой завистью так. Нам бы такого сына, нам бы такого брата, нам бы такого друга. Сегодня, являясь главным тренером сборной команды Дагестана по вольной борьбе, руководствуясь мудростью и патриотизмом, унаследованным от предков, помогает в воспитании молодых спортсменов, их становлении, призывая их к взаимоуважению, к справедливости, заботиться о материально-технической базе этих спортсменов, заботиться о их материальном состоянии. И хочется в конце сказать, да поможет ему Аллах достичь успехов на новом поприще. Удачи вам, Боже! Спасибо! Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам ерыдина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы, Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не кастоломы, Нас можно победить, но нас ломать нельзя. Вольная борьба Вольная борьба Это не увлечение, это судьба Вольная борьба Ведущий победам, мужество и воля, Но лишь кому доступна высота, С ком бьется сердце чистое, живое, Кого влекут добро и красота. И если тренер вольнику Россию В разгаре схватки крикнул «Разорби!» То это значит «Победи красиво!» Красиво действуй, думай и живи! Вольная борьба Вольная борьба Это не увлечение, это судьба Вольная борьба Вольная борьба Это не увлечение, это судьба Сажид, к чему посвящены эти ученые тренировочные сборы? Ну, эти сборы у нас идут, в принципе, они были не в плановые, Мы просто решили, было у нас время свободное такое между сборами, да, И решили это время просто не тратить даром, Понимая, что когда ребята находятся на сборах, У них есть режим, у них есть питание, И в плане этого все тренеры вообще решили сделать, провести вот такой треночный сбор. Это сбор, естественно, первый, можно сказать, такой этап подготовки к чемпионату России, Который будет проходиться в мае в городе Санкт-Петербурге, пока в планах так стоит, И к самому основному старту, наверное, года, и к этому посвященный этот сбор. А есть у нас травмированные сборные? Ну, пока, слава Богу, да, сегодня все находятся в строю, тренируются. Ну, этот, с этого сбора, как бы, нет таких задач, чтобы, типа, максимально таких нагрузок, Или максимально, чтобы занимались, таких задач нет. Здесь сегодня задача, чтобы они были, у нас будет такой ударный сбор, Где будут большие нагрузки, это будет в Кисловодске, да, И, можно сказать, такой втягивающий сегодня сбор именно к этому кисловодскому двору. Поэтому все вроде сегодня находятся в сборе, ну, маленькие травмы что-то есть, Это по ходу здесь мы долечиваем, и медицинские процедуры врач там расписал, Ходят они на всякие физиотерапии, плавание в бассейн, но это все делается, Поэтому, я думаю, сбор в Кисловодске будет уже в полной готовности. А на зону России кто из ребят есть? Ну, сегодня, вот, буквально вчера, как бы, было определено точное место проведения, Сроки проведения, это 6-8 апреля в Нальчике, в Кабарде будет проходить зона России. Это, мы знаем, что точно туда пойдет первая тройка чемпионата Дагестана, который проводился. И нам всего дали 70 мест, а остальных будем добирать, будем смотреть, кто достоин выступать И завоевывать путевки на чемпионат России. А каково самое чувство наших лидеров в коллективе 120 килограмм Белала Махова и Бахтия Рахмедова? Ну, сегодня он находится в строю, и радует то, что Беляла мы уже видим, Что он, можно сказать, хорошей физической формой, Хорошей подготовленной, хорошим настроем, что основное, важное того, что... И сегодня он будет бороться на Южном федеральном округе с КФО. И в зависимости от того, что после чемпионата России не было ни одного старта, И исходя из этого он решил побороться там, перед Россией. И посмотрим там на его форму, на его подготовку, На сколько он сегодня готов выступить на чемпионате России. Чувствуется ли груз ответственности перед Олимпиадой, перед решающим чемпионатом России? Ну, вы знаете, груз ответственности у каждого. Это не только у спортсменов, это и у тренеров, и у обслуживающих персонала, И у всех, да, болельщиков, близких, у всех. Потому что это старт таких, основной старт всего, да, карьеры спортивной человека, Куда он стремится, это Олимпиада, да, высшая ступень спорта. Поэтому, естественно, ответственность, естественно, другой настрой, Другая подготовка к этому есть, будет. И, я думаю, мы тут желаем результат наших ребят, Чтобы обрадовать, порадовать наших болельщиков, Расславить нашу республику. Мы справимся с этим и выступим на хорошем уровне. Я знаю, вы не любите делать прогнозы, но на сколько медалей мы рассчитываем? Вы знаете, ни для кого не секрет, что у нас реальные шансы, Это 66, 96 и 120 килограмм. Ну, может быть, всякое, да. Мы не списываем, не скидываем, как бы, можно сказать, и 55 килограмм. Зная там ситуацию, что у Лебедева большой вес, Проблема ему с гонкой веса. И Нариман Срапило, если будет хорошая подготовка в форме, Выступит, выиграет чемпионат России, Это тоже есть какой-то шанс попадания на Олимпийские игры. Ну, реально, вот это три веса. И будем именно стараться в этих трех весах, Чтобы наши ребята попали на Олимпийские игры. Ты, наверное, знаешь, в футболе есть играющий тренер. А может такое появиться, что и в борьбе появится борющийся тренер? Все может быть, почему нет? Всякое может быть. Если человек считает себя вполне в физической форме, подготовленной, Что и здоровье, любой человек может бороться. И сегодня мы немало видим таких примеров, Что люди под 35 возвращаются на ковер и очень знаменитые, именитые. Поэтому здесь удивительно ничего нет. Но есть тот момент, что ты полноценно не сможешь, наверное, Уделять время и свою энергию на подготовку спортсменов, Из-за того, что тебе придут самому готовиться. Поэтому я не думаю совмещать и тренерство, и само участие. С одной стороны, это будет неправильно. Потому что тут я должен, я могу сказать, что должен быть человек свободен от всех дел. Мы понимаем, что знаем, сами знаете, когда у спортсменов времени просто нет. Сборы за сборами, сборы соревнований. Поэтому очень мало времени бывает даже просто находиться дома с родными и близкими. Спасибо и удачи. Спасибо. Спасибо вам тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.